Как мы уже сообщали, сегодня ночью в 2.43 на массиве Куручуляр в Ташкенте на таможенном складе произошел взрыв, вызвавший пожар. По данным МЧС, на место взрыва были направлены 16 пожарно-спасательных экипажей и три автолестницы. Они прибыли в 2.48 и приступили к тушению пожара и ликвидации последствий. В 5.02 огонь был локализован. В целях выявления причин возникновения пожара на месте происшествия продолжает работу специальная лаборатория МЧС. По поручению президента Республики Узбекистан Шавката Мерзиёева, по изучению чрезвычайного происшествия на складе, устранению его последствий и оказанию помощи пострадавшим, была сформирована правительственная комиссия. О подробностях происшествия в сюжете далее. 28 сентября в 2.43 ночи на массиве Куручуляр в Ташкенте на таможенном складе произошел взрыв, вызвавший пожар. По поручению президента Республики Узбекистан Шавката Мерзиёева, по изучению чрезвычайного происшествия на складе, устранению его последствий и оказанию помощи пострадавшим, была сформирована правительственная комиссия. Для устранения причин пожара привлечена специальная лаборатория МЧС. На месте был создан оперативный штаб. Проводится работа по оценке по этапному возмещению материального ущерба. Для обращения жителей, имуществу которых нанесен ущерб, организована горячая линия по короткому номеру 1205. После известия о случившемся происшествии, на место немедленно прибыли руководители агитационно-правовых служб и хаким города, был организован оперативный штаб. Помимо имеющегося штаба, под каждым домом, который пострадал от происшествия, организованы по 12 штабов. На данный момент в каждом из них образован медицинский пункт. Оказывается, медпомощь. Помимо этого, как вы видите, сформирована необходимая для покрытия нужд людей инфраструктура. Организовано трехразовое питание. Все вопросы, связанные с обеспечением воды, горячего чая и лекарств, уже решены. В целях точной оценки ущерба, нанесенного квартирам в жилых домах, проводится инвентаризация. В результате этого составляются списки вещей, в том числе рам, окон, мебели и других. На данный момент привлекаются бригады, которые будут заниматься оценкой компенсации нанесенного ущерба. Каждый, кто обратится в него, может получить совет. Оказывается, помощь на местах. Будет проводиться инвентаризация не только данной территории, но и на других. Осуществляются меры по полной компенсации ущерба. По данным Минздрава, общее число пострадавших в результате происшествия составило 163 человека. 24 из них госпитализированы в Республиканский научный центр скорой медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области. Ташкентскую городскую больницу скорой медицинской помощи, Республиканскую и городскую клинические больницы номер один и городской роддом номер один. 138 пострадавшим оказана амбулаторная медицинская помощь. В результате ЧП мальчик-подросток 2006 года рождения скончался на месте. В настоящее время тяжелораненых пациентов нет. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Как известно, в Сергилийском районе в результате взрыва пострадали жители близлежащих жилых массивов. Поступили обращения от пострадавших, которые находились в шоковом состоянии, частично с легкими телесными повреждениями. После тщательного медосмотра двух человек оставили для дальнейшего наблюдения за состоянием их здоровья. Остальных направили на амбулаторное лечение. Пациентов с тяжелыми повреждениями не было. В основном обратившиеся получили стресс и шоковое состояние от неожиданного происшествия. В частности, это женщины, пожилые люди. Были телесные травмы от разбитых частиц стекла. Каждому обратившемуся прикреплен квалифицированный медицинский сотрудник. Хирурги, травматологи, психологи, терапевты оказывают необходимую помощь. В основном обращения граждан связаны с испугом и легкими травмами. Им оказывается амбулаторная помощь. У нас имеются все запасы медикаментов, перевязочные материалы. Каждый случай взят под контроль. Медсестры прикрепленные к территории, совершают обход и проверяют самочувствие граждан. На данный момент у нас нет пациентов в тяжелом состоянии. Продолжается оказание первичной помощи, в том числе с привлечением медиков республиканских медицинских учреждений. На место происшествия прибыли сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям города Ташкента и столичной области. Направлена основная и 12 специальной пожарно-спасательной техники. Пожар был полностью потушен спустя 8 часов в 10.47. Личный состав нашего ведомства участвовало не только в тушении пожара, но и в ликвидации его последствий. Оказывается, практическая помощь населению, пострадавшему от происшествия. Организовано горячее питание, разбиты палатки. С утра заносят плов и воду. Оказывают необходимую помощь. Очень благодарны. Во дворе организован пункт медицинской помощи. Наше здоровье под контролем. Нанесенный ущерб обещали возместить. Завтра нам установят новые окна и двери. По факту происшествия в Сергилийском районе Следственным управлением МВД возбуждено уголовное дело по статье 259. Нарушение правил пожарной безопасности. Часть 2. Пункты А и Б. В настоящее время сформирована следственная группа в составе специалистов соответствующих органов. Для установления причин пожара назначены соответствующие судебные экспертизы. И в срочном порядке проводятся следственные действия. По данным МЧС и других ответственных ведомств, ситуация находится под полным контролем. Время Scoop Сбот Бук Бук Цác Сбота